здравствуйте здравствуйте так перед вами значит сегодня творческая бригада вот деда и внука деда Леонид Константинович внук Мельников Арсений Сергеевич так значит дело в том что вы оба не совсем здоровые если мы будем кашлять хрипеть пожалуйста не обращайте внимание знаете почему друзья потому что время такое раз вот и сегодня мы сможем провести очередной рассказ про наш сад и дадим несколько ценных советов надеюсь ценных советов да вот и даже Сенька уже что-то знает как и поэтому мы решили не дождаться пока выздорове а провести очередной фильм под номером 4 ну поехали итак 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 значит у нас специальная папка в трех фирмах мы показывали десятки десятки фотографий и остановились на этой вот начнем с хорошего скажи пожалуйста Семен ты скажи колбаса на сковородке и колбаса на костре какая вкуснее на костре а дело в том что летом есть причины по которым надо в одних случаях принимать дополнительные меры безопасности в других случаях вообще нельзя ну-ка расскажи что ты знаешь об этом ну к примеру можно поджать всю дачу из-за сухой травы или из-за сухих листьев так ну вот они сухие листья сухая трава ну у нас тут если все начнется есть пожар то у нас рядом есть два ведра воды до пожара до пожара и целых бассейн это в трех метрах кстати бассейн значит всегда полный бассейн с водой несколько бочек два ведра воды так дальше только пожарили что вы делаете мы его сразу тушим правильно мы в него сначала водой а потом песок а когда объявляет чрезвычайное положение и штраф пятьдесят тысяч рублей ну да что мы делаем мы жарим колбасу да на сковородке на сковородке все надеюсь кому-то это пригодится вот я уже говорил два раза еще мой сусед он не обидится потому что он не смотрит мои передачи он не обидится вот это было в середине лета ближе к осени сгреб еще сухую траву вот и пожег костер и когда я подбежал к ограде говорю дружище у тебя есть пятьдесят тысяч он говорит нету а зачем ты кастрюлю вот ты же это сделаешь богаче пожарников на пятьдесят тысяч и вот туда побежал гасить ладно смотрим что еще будем листать все подряд и там где это представляет какой-то интерес для всех будем комментировать так это понятно на то оно и лето кстати сказать обратим внимание на дальнем плане мы с тобой умеем абрикосы выращивать посмотрим на это дерево умеем имеем право получить другим да имеем еще какое вот одно из наших деревьев ну так как ты вообще всех родственников не знаешь представь пожалуйста эту даму о я уже даже забыл а тетку забыл это жена твоего твоего моего дяди Сергея сада которая ее работа питомник работа в питомнике и оформление заказов это к ней на всякий случай 8 98 913 444 3178 сейчас середина зимы кто не успеет сейчас заказать по предоплате весной может не звонить так ну это наша гостья у нас получилось как дело не в гости это просто я надеюсь она украшает фотографии ну представляешь Семен были желтые плоды с чего вдруг они покраснили от стыда и допустим твой возраст еще может не поймешь вот есть такое понятие беспорядочная половая связь и не в потомстве а прямо рядом растет абрикос амур ярко красными плодами вот и он умудрился опылить вот получились плоды не в потомстве еще раз как оно по науке вот это называется но этот слушай это такие слова как-то легко запоминать телегония телегония прямые половые связи вот перед этим помнишь как ты это говорил про арахнидов как ты их назвал арахнидофоб что ты арахнидофоб то есть ты боишься пауку пауку я шокировал во время такой же передачи во время такого же съемок ты ты произнес слово арахнидов 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 можешь словом повторить из-под перевыпадверта чего из-под перевыпадверта из-под перевыпадверта так честь чего это народ собрался честь день рождения моего красного отца железового валерия отца и деда так вот наша команда и кстати обратите внимание на каком фоне подобрали возле огорода нашел а вот урожай видишь это знаешь это самый это вот как раз вот это косточки посадил вот просто вот прошло 5-6 лет теперь не знаю куда подевать это косточки и сколько какие урожаи и привитые это 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 называется дальневосточное дальневосточное психотолитские это я их так назвал они прямо из тайги а этот свет поменяли еще раз говорю от стена они вступили в прямые половые контакты в вместе с этим собором а это пусть это уже для взрослых как бы небольшая небольшая вставочка для носа вот ну если бы ученый будет смотреть это все-таки хотя бы этим глазом кто-то будет у виска крутить так обрати внимание собрал ведро абрикосов вот оно видишь да а потом сказал все теперь я могу и попрыгать ну да это я помню сколько тебе за ведро заплатил дверь сто рублей двести двести так теперь это вы у меня во дворе да я эту фотографию делал почему чтобы показать площадка пуста я в течение всей зимы кроме вас двоих никто никогда здесь не появлялся это горькая правда дети перестали дышать все же воздухом так а ты не помнишь с чем было связано там на телевидение приезжало твоя тетка Даша зарядилась накрасилась покрасоваться перед телевидением 10 лет Дашка говорит ее этот самый дядя Валера Жильев Дашка видишь 10 минут Вот телевизор снимает, вот это для смеху. Но вот это уже серьезно. Посмотрите, какой урожай. Самое интересное, если бы внимательно поглядеть, вот видишь, дата 30.07.22. Обратите внимание, что он собирает дерево, огромное дерево, невероятное по объему. Вот посмотреть, тени еще даже и не падали. Представляете, сколько упало? Сказать сколько? Ты тебя, Арт, тебя ничем не удивишь, ты с собой. 40 ведер собрали и еще осталось с одного дерева. А доказательства, вот видите, вон они еще и висят, еще не думали падать. Можно поверить, что здесь еще 40 ведер. Вот, а собирали вдвоем, вот. Так, ну это дерево тебе не знакомо. Я, может быть, помню, помню, такие собирал. Колонны. Я говорю, напоминаю, Сенька, колонидную яблонь. Так, ну это при каждом удобном случае мы это самое, бьем другую морду. И в совсем другом месте. Только сразу доставим перчатки и вперед. Так, тебе осталось морг. Ой, ты не вспомнишь, это же та самая слива. Как мы ее называем? Сын манджурса. Нет, это абрикоса, слива. Помню. Про странствий сказал. Ки, 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 кита. Китайская. Китайская, правда. Это один из вариантов китайской сливы, которая дядя Валера. Она очень вкусная. Ой, сладкая, дядя Валера назвал ее усилийская, желтая. Самая интересная ее судьба. Насколько, вот, это касается сейчас, ведь даже детей можно научить, конечно, деревья. Вот там за забором, Царшего Небесного, жил мой друг Володя. Вот, мы начинали вместе в 84-м, взяли участки. Вот, он посадил, в том числе, несколько слив. Это не было, а слива. Это дерево за забором. Но собирать не грех, потому что его нет, а за забором уже никто не хозяйничает. Вот, но прошло 40 лет, а она все такая же, не дитя эта, о чем говорится. Ее можно косточками собирать, косточки, заготавливать. Вот, ты же это делаешь, вот ты. Да? Да. И, внимание, продаем эти косточки. А человек, который купит, вырастет, и у него будет, вот, непривитая, но очень даже вкусная слива. Согласен? Так, теперь мы должны посмотреть, идет ли все-таки запись? Да, запись идет. Вон они, мы шевелимся. Ладно. Давай дальше пойдем. Так. Ну, это, это путешествие по Енисею. Так, Надя, ты, может, не догадайся, там, в Бальдорске. Это Мальчужский орех. Тьфу, знаешь-то, что такое? Слушай, ты, скоро мне уволишься, ты будешь работать, раз все знаешь, понял? Я не успел рот открыть, а ты уже слышал, знаешь. Вот. А ты что делаешь? Да ты сейчас не вспомнишь. Таких эпизодов сотни. Собираю абрикосы. Собираю абрикосы с того самого большого дерева. Нет, дело в том, что одно чуть в сторонке, это абрикос, тоже не маленький. Ну, дело в том, что случилось, нет, давай подробности не будем, люди заскучают. Вот. Приходится тебе работать, Браз? Да, приходится. Это ты не знаешь, это сын наших родственников, ой, наших знакомых. Вот. Вот смотри, подготовит отрезанные ветки к костру, чтобы лучше горели. Правильно? Вот. Вот. Это наша Тимоша. И в каждую свободную минуту. Вот, мне кажется, эта девчонка далеко пойдет. Ну, вот танцы, танцы, танцы уже который год. Уже по другим городам ездит и всякие дипломы собирает. Такой, вот это я понимаю. Ты у нас джидаист? Да. Куда бы я отправить? Какую секцию? Может, хватит танцев? Это толку от них. Подсказывай. Ты там все знаешь в этом. Да, я тоже знаю. У вас есть здесь девочки? У джидаистов? Нет, нету, но у нас в группе нет. Удет, да. Ну ладно, подумаем. А так, все-таки есть девочки. Даже очень много. Значит, продолжаем ту же лигию. При каждом удобном случае бьем, 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 бьем. Да. Чтобы однажды хватило одного удара. Потому что, если с первого удара ты противника победишь, второй раз он не даст тебе ударить. Ой, вот это касается уже взрослых. Сейчас все дети запустят. 15 минус... Погоди. Ага, 15. Погоди, 15 корней, это же 30. Минус получается 60. 30. Ага, давай, давай, давай. Корень из 15. И 16 я бы сказал. Вот здесь вот, 15 в корне будет 30. А 60 в корне будет 120. А из 30 120 не можно, нельзя вычислить. Дело в очереди, я, для чего это, я, сказать, перед... Была эпидемия, коронавирус. И детей начали учить прям по центральному телевидению. Вот. Я писал себе. Вот это вот, бедные девочки. Хоть один из сотен не поймет. И туда зашла эта сама. Вот честно. Я может быть сейчас иди. Вот если девочки, или вот это, или вот это. Вот. Это я говорю, додался. Лучше бы они вот этим занимались. Хотя бы умели защитить себя. Все такое время, что для больших нет надежды. Вырастает не мужчина, а черная что. Так. Ну это вы, конечно, предваряете, что работаете. Да? Предваряете. Ну, да. Борды хочется. Вот. А это я что сделал? А это ты смогла показать картошечку. А вы садили картошку. Да. Садили правильно. Росточками вверх. Видишь? Помнишь? Да. Кстати, а я помню, садил такой орех какой-то, не помню уже. Какой-то красивый такой большой, с мамой. Так это и был боджовский орех. Я так уже ждусь, не дождусь. Да нет, не прям большой такой, но вот такой где-то. Это боджовский других нету. Ладно, давай. Я уже жду, пока это вырастет и лето. Жду, чтобы прийти в деревню уже посмотреть на этот орех. Ладно, ждем и вслышь. И так еще раз. Росточки все. Сверху. Ты правильно держишь. И Соня правильно держится. И Лера правильно держится. Лера немного неправильно, она в себя росточка. А, потому что она это. Может там идет у картофеля, может там идет росточка. Так. Ну и посадка вот такая вот. Мы с Соней посадим картошечку. Знаешь, все в порядке, можно купить. Мы же знаешь, как всегда опозорились, Сеня. Ты еще пока маленький, маленький патриот. Страна опозорилась чем? Один год в Сибирь завалили картошкой из двух стран. Израиля и Египта. Это значит, что мы разучились, деградировали. А если в стране мы не можем частный сектор себя обеспечить, это уже значит, приехали. Рынки, деревнях, рабочих поселках, вокруг Шерногорска, пусты. Ни курочки, ни уточки. Вот. Ни молока, ни творога, ни сметаны, ни картошки. Ни ничего. Что в супербанкетах? Я даже его готовить, деда. Я не то что выращивать могу, я его готовить. Это здорово. Так, наступило лето. Я всегда делал, я много фотографий делал. Все равно, площадка пуста. Хорошая, хорошая площадка. Да, хорошая площадка. Была загоражена большими деревьями. Однажды пришли дядя, и деревья спилили. А теперь там еще и забор стоит, вообще испортили все. Нет, забор-то ладно, хоть какая-то защита от машин. А деревья жалко. Ну, да. Так, кеплица. Ты хоть один персик видишь? Да, вот вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Вот. Сейчас, погоди, я уйду. Вот. Ага. Ну, и самая полезная работа, когда? Зимой. Зимой. Иначе там, кто даже снег не падает с неба, земля быстро пересыхает, мыслихнет. Вот, работяги. И я всегда говорю, детям говорю, и тебе говорю, и всем. Самое главное, земой, ни в коем случае не нарушить снеговой покров вокруг деревьев. Да, вынужденная мера, надо же где-то брать снег. То берем так, подальше от деревьев. Видишь, я его как. Вот между двумя деревьев, и все. Деревьев не приближаться. Нельзя топтать даже, потому что он теряет теплостойкость. Тепло, это самое, а дерево тогда теряет земостойкость, а снеговый покров теряет, значит, теплоизоляционные свойства. Нельзя, потому что, ты представляешь, я видел по телевидению, это называется, балер. Прыгает, прыгает под музыку. Вот, и считается, что это снег в задержании. Я считаю, где подходить нельзя еще, природу улучшать, природу сама знает. Вот так, а ну-ка, что здесь делает сосед мой, который сидит рядом со мной? Да, это я. Это я деду лекарства, кого с косточек. Ну, что-то там мякоть, которая внутри, это лекарство. Она помогает как маленьким, так и взрослым, и старым очень сильно помогает. Так, значит, будем считать так, не доказано. У меня уже один фильм ликвидирован. Меня блокировали, потому что не доказано, что это средство помогает от опухоли, от кологии. Поэтому я, чтобы меня не заблокировали, я тоже говорю, не доказано. Ну, а кто заставляет, мешает, есть очень цены. Ведь не может же ядро, из которого растет дерево, быть бесполезным. Оно набито столькими полезными веществами, что даже если оно от онкологии не помогает, все равно оно приносит пользу. Даже если просят для укрепления организма. Так, вот еще один подрастатель. Знаешь братишку? Да, ну. Как ее зовут? Это Саша. Сашка. Вот так. А, теперь, значит, смотри. Бригада ух работает. 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 Это и есть работа по упаковке и выселке, в данном случае, косточек. А я нашел. Погоди, погоди. А я нашел эту штуку. Рука, давай. Что ты нашел? Ухо. Это я. Так, ладно. А все равно. Ну ладно. Узнал, узнал себя. Да, это я стратифицирую абрикос рыжий. Правильно. Помнишь, год прошел. Это моя первая стратификация была. Давай тогда определимся со сроками. Нам помогает вот эта вот цифра, цифра. Считай, что за цифра. Это 25-е, 25-02-2022. Февраля, да. 25-е февраля 2023 год. Так, значит, это было год назад. Это было год назад. Значит, получается, примерно до высадки осталось сколько? Два месяца. Да. Значит, мы стратификацию абрикоса культурного рыжия проводим примерно за два месяца. Так? Да. Пока достаточно это знать? Да. Ну, давай дальше. Так, это горькая правда. Это были абсолютно, тут я скажу, это были абсолютно здоровые деревья. Абсолютно. Вот, это те самые деревья, помнишь, фотографии, которые отдавали по 20-30 годов, рекордсмены дали по 40 годов. Не мысли бы, а цифра, но это правда. Так вот, половина этих деревьев была спилена и сожжена. Так, вот тут вот Тимоха, это Андрей, а это его друг, ну, и троеродный брат, почти, как и мне, Данил. Так вот, Тимоха и Данил в субботу напрашиваются на работу в деревню. Ты как тут поедешь? Ну, я еще не передумал. А, ну, все, тогда, давай дальше пойдем. Тут вот горит костер, этим можно сжечь дачу, но тут весна, тут, если что, можно немного снега подхватить или быстро сбегать к почке воды, взять воду, чтобы потушить пожар. Так, ну, это старая-старая фотография, это я с экрана фотографировал, давайте пропустим ее. Давай посмотрим, что тут. Да, тут вот есть абрикосы. Нет, помнишь, это вишня. Ты так и не запомнил. Вишня, дальше. Вишня сибирская с ставом черешни. С генами черешни. С генами. Дальше поехали. Дальше, это тут. А вот он ее и собирает. А тут Тимоха ее собирает. А, нет, это другая, другая, это уже вторая часть. А, да, это вот другая. Дальше. Так, а тут Соня. А это уже амортистная свородина. А, смородина. Мне показалось, как она кладет. Мы с Соней собираем клюкву. Да не клюкву, а смородину. Ну, смородину. Дальше. Ой, вот тут мы купаемся в бассейне. Тут нас строят. Вот это я, это Лера, а это Соня. Ладно, пропустим. Да. Вот ребятами нашел работу. Сейчас косточками этими торгуют. Да, вот я вот это сейчас. А, нет, это 20-й год. Слушай, это 3 года назад уже. Это вишня сибирская с геном черешни. Это згон. Это она же, да. Только вот, я понял, вот это Тимоха, а это, это вот этот. А это его друг. Никита, я вспомнил, да. Понял? Ну, это Сонька или позировать? Да. Нет, без зубов. Прям без зубов. Девушка, не говори так. Так, ну, Сортема, ты, конечно, не вспомнишь. Ну, да. Почему, я ни разу тебе не сказал. Это Антоновка. Обыкновенная влеча, 400-граммовая. Можно даже прийти, посмотреть. Угу. Так, идем дальше. О-о-о. В прошлый раз другую фотографию показывал. Там, где ты сбежал от пауков. Потому, что ты кто? Да. Арахни, арахни, да, фоб. Я арахнофоб. Ну, правильно, арахни, да, фоб. Ну, вообще, можно и так, и так. Ладно, что ты терпеть не любишь, а не тебя тоже. Ну, вообще, это та же самая фотка. Нет, там тебя не было, потому что ты сказал, что я сбежал от пауков. Нет, а я там был, это та же самая фотка. Ты сбежал. Я даже надо тебя не было. Ну, ладно, все, все, проехали. Так, ну, бедный ребенок. Это три года назад было. Да, три года назад было. Вот. В 20-м году был отборный урожай. Да. В 21-м в среде, в 22-м был рекордный насильник для всей страны. Ну, вот такие дела. Как всегда, подпорченные, перезрелые. Да. На продажу мы не собираем. Это кощунство. Так, дальше. Тут идут сливы. А, это этот самый, отют. Отют сливы. Напоминает их всем, Надь, и можно. Резрелые. Тут твой сын, Сергей Железов, ковыряет абрикосы. Это его домик, он выковыривает она для того, чтобы посеять. Да. И вырастить подвое. Так. Тут, о, это бабушкины огурцы. Они очень вкусные. Это она собирает все, что видит. И говорит, купите у меня. И если у нас убедряется взять, то 100 рублей, то 200. Наши огурцы их продают. Ну, что, я считаю, что это нормально. Это идет подготовка, ажио-жио. Три одни, робко. Я с удовольствием покупаю у нее что угодно, яблоки и огурцы. Так, идем дальше. Вот. Ой, какой это все маленький сорт. Ты знаешь, какой это за сорт? Нет, это, да? Это знаменитый на весь мир Квинти. А у нас, у меня есть только отдельных представителей, вроде нас. Мы посчитаем их. Они нас считают. Пойдем дальше. Главное, что ребенок, редкий ребенок, который держит руками, такой яблок. Да. Ну, и бедные дети. Бедные дети. Ну, идем собирать вишню. Не, или вишню. Абрикосы легче собирать. Мы пошли эту вишню собирать. Я помню даже. Ну, и все-таки вишню. Бедные дети. А это, знаешь, что... Это вы можете знать. Когда мы посадили, вот, за ее спиной, видно даже, вот, пень от абрикоса. Мы 300 абрикосов выпилили, выпилили так. А рядом, не на их месте, а в метре, вдруг посадили уже семечковую культуру. В данном случае яблок. И получилась вокруг черная земля. А так как? Обратите внимание, сколько взошло абрикосиков. Ага. А потому что здесь все было сплошь в них. То есть мы уже собирать не могли, не было сил. 150 банок косточек набрали. Вот. И приходит другое лето. Вот 20 июня. И вот они сотнями взошли. Вот так везде, возле каждого из двух десятков молодых посадочек. Садится? Вот так вот посмотри сколько. Ой, как она подал. А, ну ничего. Ой, какой. Вот. Ну ладно, давай, давай заканчиваем. Сейчас какой-то ценный найдем фотографий. Если это ценный. Или ты умеешь драться, или тебя будут обижать такая жизнь. Вот. Ну вот, твоя главная задача. Защищать. Женщин, девочек, всех слабых, стариков. Повторяй. Я буду, я плянусь, что я буду защищать всех девочек, слабых и стариков. Молодец. Давай на этом закончим. Давай. А, ну у нас еще на целый фильм хватит. Угу. Значит, погоди, сейчас будем устанавливать. Ну, наверное, попрощаемся. Значит, наверное, мы пожелаем, чтобы некоторые из тех, кто смотрит тебя из детей, сказали своим родителям, купите полсотни косточек. Я тоже хочу иметь такой сад. Вот так вот. Вот теперь можно, рекламная пауза закончена, теперь можно и прощаться. До свидания, друзья. Так. До свидания. Все, всем пока, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok